Я не пытаюсь улучшить ваш ум. В пучине идеологии зла, подавления воли зрителя, не мои цели. Мои цели – разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие, что честь и свобода важнее той жизни, которой вас принуждают со школьной скамьи. Слушайте, думайте, пишите. В предыдущем ролике я сказал, что тьма победить не может ни в каком из вариантов. Дети тьмы и их слуги обречены при любом исходе. Эхо надежды на возрождение князя тьмы пустые и беспочвенные. Зекурат на Красной площади, даже если их план воплотится в реальность, и им удастся ежедневно заливать его кровью детей, как они собираются это делать, все равно не даст силу сухим костям убитого нашими предками великого и одного из высших властелинов хаоса. Он не может восстать в своей силе здесь. Для этого ему нужно вернуться в мир хаоса, в центр. Но тогда ему не будет уже никакой дороги назад, возврата. Но с другой стороны, Зекурат, из которого мы видим только верхушку на Красной площади, как пробка затыкает место силы настоящего света, благодаря чему они и контролируют наш мир, потому что в него из этого источника не поступает чистый и истинный свет силы. Он очень болен, наш мир, нестабильностью, извлечение зависит только от нас. Зекурат должен быть разрушен совсем. Извлечение мощи неизвестно кого из их склепа на вершине не имеет особого в принципе смысла. Вся пирамида должна быть разбита и совсем уничтожена. Все останки всех существ, которые там находятся, должны быть сожжены и развеяны. Поверьте, что эта пирамида из себя представляет? Она сама по себе единственная оставшаяся рабочая, силовая установка. Она до сих пор находится в полном рабочем состоянии. Остальные пирамиды нечисти мертвы. Наши предки уничтожили их силовые установки во время шедших по всему миру страшных боев. И только чудом, благодаря предательству, нечисть смогла когда-то одержать победу. Правда, победа, как понимаемо, у них была первая. Потому что они получили власть над миром, но погибли. Их великий князь. И они не могут, как всегда, поскольку они дети хаоса, и не могут создать никакой новый облик мира, упорядоченный и здоровый. Поэтому они могут только разрушать, ломать, уродовать и постепенно исчезать вместе с убиваемым ими миром. Сегодня, как я и обещал, мы поговорим о законе, праве и сути любой власти. Поскольку материал огромен, я не могу осветить все в одном ролике. Поэтому не надо меня торопить и настаивать на немедленном освещении всех аспектов в этой плоскости существования нашего загибающегося под гнётом лжи социума. За основу я возьму основной тезис и базовую аксиому «Наша цивилизация – это цивилизация лжи». Смотрите ролик под этим названием. Теперь я прошу вас всех забыть понятие «правда», ибо «правда» на самом деле у каждого своя. Я ещё раз повторяю. «Правда» у каждого своя. Это надо очень чётко осознать и понять простую и главную истину. Под правдой, если её поскрипсти слегка, обязательно маскируется только ложь. Простые примеры. Верящий в то, что его племя – дети Каймана или Ягуара индейц в сельве Амазонии – охотник, он твёрдо убеждён, что это абсолютная и неоспоримая никем правда. Но он ничем не отличается от того, кто верит в то, что в Америке было чёрное рабство, или то, что аборигены скушали кука. У каждого из них своя и бесспорная для них правда. Им плевать на то, что остальные думают, что это дремучее невежество и ложь. Как быстро стопроцентная и глупая ложь становится для огромного количества людей правдой, вы можете увидеть на примере японца, верующего, что атомную бомбу на херостину сбросил СССР. Или, например, молодёжи Украины, Молдавии, Москвы или Мадрида. Как вам такой вот показательный образ? Я изучил все источники, пока ещё доступные в Испании, то есть периодику за период с 1917 по 1926 год, и нигде не обнаружил ни одного следа такой болезни, как испанка. Но современные испанцы твёрдо считают, что испанка была, и это правда. Поэтому я повторяю, правда у каждого своя. Но как только вы её начинаете очищать, вы тоже обнаружите, что это стопроцентная ложь. Или студент, изучая геологию, твёрдо верит своему профессору, что органические и полезные ископаемые – продукт разжения тропических лесов. Но любой инженер-нефтяник или техник с угольного разреза скажет, что это стопроцентная ложь. Поэтому, друзья, забудьте о правде и думайте. Думайте всё время. Дорога к истине – это не прогулка вдоль берега красивого ручья весной. И под тень пения птичек. Но это в то же время не гать через мёртвое болото. Просто выбросить надо в мусорную корзину все абсолютно правды. Особенно тех, которые проповедуют вожди сект, название конторных оканчивается на «изм». Не надо отвергать чужую ложь, молиться с той же нелепой другой лжи, принимая её за правду. Только редкие единицы могут настолько очистить своё сознание от этого мусора, что душа искра Создателя возвращает себе контроль над разумом, а разум начинает управлять желаниями тела, отвергая его слабость, страхи и краткосрочность, которые оно пытается продлить любой ценой, отдавая бессмертие души за рюмку, понюшку, дряни или за пару монет. «Я не аскет и не призываю вас одеть вериги и начать питаться плесневелым хлебом и мутной водой в пещере». Отшельничество и аскетизм сами бичевание вериги уделал фанатичных безумцев. Гармония для любого носящего в себе искру Творца начинается с единства души, разума и тела, где главную роль играет всегда душа. А какова роль в этом случае у нас, Детей Создателя? Ведь мы несем в себе его искру, то есть частицу Создателя, частицу Творца, а значит должны создать, творить и развивать свое триединство. Человек настоящий – это всегда Детя Творца. Он не потребитель, он прежде всего Создатель. Именно настоящий человек дает жизнь новому настоящему человеку. Никто больше этого сделать не может. Сеять хлеб, печь хлеб, играть на музыкальных инструментах или рассказывать ребенку сказку на ночь – все это творческие процессы. И никто, кроме настоящего человека, не сможет этого сделать. Ни одно животное, разумное или неразумное, не может рассказывать своему ребенку сказки на ночь. Робот или клон могут повторить за человеком какие-то действия, но все это будет мертвым и пустым. Бездушная музыка синтезатора – пустое, ни к чему, никому не нужное, сотрясение воздуха по сравнению с напивающей своей куколке что-то маленькой девочке, которая с ней играет. Но мы теперь перейдем непосредственно, непосредственно к самой большой проблеме. Проблеме того, что люди простодушны и искренне, когда-то поверили в закон и его справедливость. И эта наивная вера и по сей день живет в их сердцах. Люди не понимают того, что закон и правопорядок, придуманные изощренными их врагами для их одурачения и порабощения. Любой слот загонов, любой слот правил – это гнездо гадких и мерзких химер. Люди не понимают, что законы, я еще раз повторяю, и правопорядок, придуманные изощренными их врагами для их одурачения и порабощения. Люди не понимают, что налог на самом деле, например, это рабский оброк. Да, мы все платим налоги. Все, кто живет в системе тотального порабощения. Все, кто хочет что-либо делать. Ибо иначе это делать не дадут. Просто совсем. Более того, налоги, иначе говоря, оброк с нас берут, не спрашивая нашего согласия. Насмотрщики, которых мы якобы сами себе выбираем. Что, конечно же, полная ложь. Простой пример. Есть якобы выборная власть, которая решила увеличить налог на солнечный свет или на добавленную стоимость. Все понятия, все население против. Все против. Все против. Абсолютно. Но это выбранное вами, как вы считаете, то есть якобы выбранное вами, и которая должна подчиняться вашей воле власти, этот налог увеличивает. И абсолютно плевать. Она получает удовольствие от ваших протестов, как вы бегали там против. Многие бегали, протестовали против пенсионной реформы. Тем самым пополняя их за корма духовной пищи наших страданий. Ибо на самом деле они не вами выбраны, а отобраны нечистью для управления покорными рабами. Мы все прикованы скамьям этой страшной галеры. Тотального рабства. Тотального рабства. Последних свободных людей вырезали к концу 1928 года. Да так, что только единицы способны понять значение выражения «свободный человек». Вот, например, если я откажусь платить налог на свой видеоблог, то он просто исчезнет из YouTube навсегда. Никто не спрашивает, у нас хотим мы это делать или нет. То есть сбор налога с владельца YouTube канала, он изымается с счета автоматически. То есть никто нас об этом не спрашивает. Нас просто уведомляют о том, сколько мы обязаны внести в казну нечисти своих дань. А если кто-либо пытается не заплатить, то за ним идет охота, и если поймают, то строго накажут, как и положено поступать с рабами. Бегство раба не в том, что он бросил свои цепи, убежал в лес и спрятался в пещеру. Бегство раба, когда раб перестает выплачивать дань. Это тоже все имеет свою далеко идущую цель. Ибо раб, не плачущий налоги, ловчит и обманывает, что укладывается в норму рабской системы римского права по принципу «не пойман, не вор». И далее идут уловки рабов удачливых. Например, таких как «хочешь жить, умей вертеться», «рука руку моет», «не подмажешь, не поедешь» и так далее. Для раба надсмотрщика создаются определенные привилегии. Социальный статус, и ему дается негласное право воровать в строго указанных пределах. Но тем самым его всегда держат на жестком поводке и в строгом ошейнике. Каждый его счет, каждое его телодвижение абсолютно стопроцентно контролируется. Он прекрасно знает, что сидит под статьей, и что при любом нарушении, при любом шаге в сторону, его быстро освободят от вилл, особняков и денег. Все заберутся у него в все схроны, счета и поместят места не столь отдаленные. Не может быть честных политиков, честных чиновников, порядочных судей или прокуроров. Их просто в природе никогда и нигде не было. Нет более гнилой системы управления миром, чем являются нынешние доживающие свои последние дни, гнилые дни, система демократии, построенной на базе римского права. Поэтому правы есть две категории. Демон, владыка и рак, читайте, гражданин. Например, в Уголовном кодексе имеется статья 136 «Нарушение равенства прав и свобод человека гражданина», который предусматривает ответственность за дискриминацию с использованием служебного положения. Ответственность теоретически очень жесткая. Например, самое минимальное – это штраф от 100 до 200 тысяч рублей, обязательная работа до 480 часов, исправительная работа до двух лет или лишение свободы при серьезных нарушениях до 5 лет. Практически эта статья никогда, на самом деле, нигде не применяется. По данным судебной статистики, по этой статье не был осужден никто. Во всем мире то же самое. Сегодня все права и свободы всех жителей мира нарушены самым беспардонным образом, причем совсем. Жалкая и гнилая система правопорядка действовать совсем перестала. Силовики самым наглым образом нарушают собственную присягу и свои обязанности, издеваются и разгоняют граждан своих стран, будь то Рим, Париж, Милан или Кёльн, Бернильн или Варшава, применяя против них самые жесткие меры. А ведь эти граждане всего лишь протестуют против нарушения своих так широко пропагандируемых в течение последних 50 лет их прав и свобод. То есть им все время говорили, вы живете в свободном мире, свобода слова, свобода демократии. Никто на вашу свободу покушаться не может. Сегодня они говорят, что как же так, мы лишены всех свобод, нам даже из дома выходить нельзя, а если я хочу выйти из дома, я должен сделать бумажку. Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда по протоколам решения Нюрбинского трибунала, принятым в 1947 году, где на этом трибунале судили гитлеровских преступников, и отменить решение этого суда абсолютно у этой власти нет никакой возможности. Все, я еще раз подчеркиваю, все лидеры политических партий, все министры, все президенты попадают под статью, где есть только два наказания, смертная казнь или пожизненное заключение. Все причем абсолютно, потому что совершены все возможные преступления, которые там указаны. Потому что даже фашистам такие нарушения права и свободы человека никогда не снились. То есть, сегодня та же Меркель уже давно должна была быть осуждена. То же самое касается всех остальных, того же Клейнтона или того же Буша. То есть, на самом деле, никакого права римского больше в реальности не существует. Никаких деклараций права и свободы гражданина больше не существует. Это все списано в утиль. Их в реальности нет. И агония правовой системы самой подходит на наших глазах своему логичному и закономерному быстрому концу. Сейчас мы с вами подошли к одной очень важной теме. Теме копного права. Начнем с простого. Русь была для всего мира единым негосударственным образованием. Ибо до прорыва нечисти в наше отражение в нем не существовало лжи. Люди просто не могли лгать никогда и ни в какой форме. И это самое главное. Человек мог заблуждаться. Человек мог сделать неправильный выбор. Но он не мог лгать. Самого понятия сознательной ложи вообще не существовало. Долгая гармоничная жизнь свободных людей была наполена совсем иным смыслом и иными понятиями. Понимание того, что жизнь воплоти просто один из этапов бессмертного пути вечного развития исключало из жизни, причем полностью, страх смерти. Ибо они сами выбирали время перерождения и ухода из этого мира. Мы знаем из прошлого рассказа о том, как, например, пожилой человек переставал есть, ложился и говорил, что все, я устал от этой жизни, мне пора переродиться, уйти в иной мир. И благополучно засыпал, не считая это ни горем, ни трагедии, ни для себя, ни для своих близких. Во главе угла всегда был род и преемственность поколения. Род и преемственность поколения. Ибо две половины человека, женская и мужская, давали жизнь новому носителю искры создателя. И в этом был один из основных смыслов бытия. Я повторяю, что человек не может быть человеком, человек-мужчина или человек-женщина. Только вместе две половины создают единого человека. И только в том случае, если у них есть совместные дети. Не надо несогласным скакивать и бегать вокруг стола. Не нравится истина, займитесь покупками на Алиэкспресс. Или сходите на митинг, покормите своими протестными эмоциями нечисть. Все знают значение слова «копна». И на базе этого делают следующий вывод. Слово «копа», «купа» являет собой древний славянский корень, встречающийся в таких словах, как «скопом», «совокупность», «скопище», «копна», «копить», «копать» и так далее. Что в принципе несет в себе одну глобальную ошибку. Нет и никогда не было славянских народов. Это определение ввели в обход рабовладельцы от слова «эксклав», то есть «раб». Эксклаваш на французском языке «рабовладение». В виде изменения немножко произношения, потомкам русов внушили, что они славяне, то есть «рабы». Это же позволило рабовладельцам разделить русов на разные национальные группы, что мы уже неоднократно обсуждали. Например, полякам для лового столкновения с русами в свое время внушили историю о Великой Речи Посполитой от моря до моря, которой никогда на самом деле не было. Сейчас то же самое творят с Украиной, Белоруссией. А, например, в Германии все население давно уже забыло, им не понимает и никогда вам не поверят о том, что они на самом деле все те же самые русы. Еще раз говорю, кто не видел, посмотрите внимательно мой ролик, кто живет на территории Европы. Копное право на самом деле доступно только абсолютно свободным людям. Я подчеркиваю, абсолютно свободным людям. Что нам говорят официально? Копа могла открывать и преследовать преступников, судить и наказывать их, присуждать и доставлять обиженному вознаграждение и, наконец, не допускать нарушения законов Копы. На скопище собрание устанавливалась согласно праву Копы круговая порога, когда вся община отвечала за проступки своих членов, а также учалась за безопасность жизни и имущества как своих, так и пришельцев. При уголовном деле Копа вела расспрос, а также искала преступника, устанавливала его лик, от этого происходит слово улика. Что-то здесь правильно, а что-то совсем нет. Начнем от простого. В то время, когда на земле жили русы, которые возродили это отражение, никаких преступников, никаких уголовных дел просто не могло быть. То есть нам на самом деле не говорят о копном обустройстве общества, нам говорят фактически о правилах жизни в казачьей столице, станице. Которая на самом деле была сохранившись в силе, сильно измененной форме, моделью обустройства свободного социума, общества без любой формы подавления человека в плане ограничения его свобод по отношению к любому иному человеку. Если мы посмотрим в реальности, то и крестьянская община в империи России, в имперской России, тоже сильно, уже сильно ограниченная модель копного уклада мироустройства. Объяснить это столь примитивной логикой очень трудно, так как это тоже совсем не то, о чем идет речь. Не надо также забывать, что на территории США возникла после оккупации система общественной жизни, сильно похожая на казачью станицу. Мы с вами подробно рассмотрим все три модели. Крестьянская община в России. Общие вопросы управления решал сельский сход. С его помощью выбирались старосты. Для вынесения решения по незначительным делам между сельными общинами существовала сельская расправа. Все значительные дела рассматривал суд. Налоги выплачивало общество, а не отдельный крестьянин. Общество отвечало за каждого ее члена, то есть несло круговую поруку. Крестьянин не мог свободно выйти из общества или продать свой земельный надел. Даже уйдя на заработки, по разрешению схода, он должен был платить тягло. В противном случае, его принадлежно с помощью полиции возвращали. Как мы видим, это просто жалкая пародия на то, что было до завоевания этого мира. Это уже модель, созданная завоевателями и их слугами на базе того, почему люди раньше были приучены и привыкли в этих условиях жить. То есть постепенно все менялось, тихо, так спокойненько, пока не настало. Вот тут главная фраза, что его принудительно с помощью полиции возвращали. То есть это фактически сельская крестьянская община, с которой воевал Столыпин, она на самом деле является элементом тотального принуждения. То есть все члены крестьянской общины являются подневольными и живут по каким-то непонятным им совершенно законам. И непонятно для чего они так живут. Вся земля, пишут нам, находилась в общем пользовании. Существовали две формы владения землей. Общинная. По этой форме вся земля находилась в общине и она проводила передел земли. Пахотные земли нарезались на участки, которые закреплялись за каждым двором. Леса, пастбище находились в общем пользовании. Поддворные. Эта община была распространена в западных областях. Земля нарезалась на постоянные участки, которые были закуплены за двором и передавались по наследству. Но их нельзя было продать. Все. Теперь посмотрим на модель казачья станица как модель управления. Первичной организацией казачьего самоуправления является Курень-Хутор, а вернее семья казака. У казаков ответственность за все, что происходит в семье, несут все ее члены, но прежде всего старейшина и глава рода, дед или отец. Далее шел хутор, как объединение нескольких семей Куреней, затем станица, как объединение хуторов и семей на большую территорию. Эти хутора и станица входили в войско, например, войско Донское, Ливонское войско казачье или войско Калмыцкое. На самом деле об этом мало кто говорит и мало кто понимает следующее. Казачье самоуправление возникло после падения основных оплотов человечества на территории Северной Европы и Сибири. По причине длившихся более 100 лет войны возникли казачьи войска на казачьих землях, которые успешно защищали свою свободу. Кому интересно настоятельно советую посмотреть у меня трилогию о казаках и заключительный четвертый ролик. Не сумел справиться с возникшим в результате этой войны военным сословием разных народов, потому что казак, я повторяю, это сословие, это не национальность, это не религия, не вера. Еще раз, не национальность, не религия, не вера, не казак, это сословие. Вот так вот, не сумев справиться с этим военным сословием разных народов, оккупанты пошли на мировую. Романовы и их подконтрольные сатрапы дали казачьим войскам-аттаманам ничего с их точки зрения не значащую клятву, то есть не знали, что они рано или поздно ее нарушат, не трогать казаков и платить им дань оружейную, промышленной продукции и воинское жалование, как товаром, так и звонкой монетой. По условиям фактического признания своей независимости от казачества, Романовы и Голштейны получили в свою очередь воинскую защиту, то есть покровительство казачьих войск и регулярную казачью армию. То есть на самом деле они вынуждены были все свои действия согласовывать учтительное мнение войсковых атаманов. Фактически, скажем так, Романовых не было на казачьих землях никакой реальной власти вообще. Отдельной темой будет у меня стоять тема горских дружин и народов Кавказа, от которых сегодня сохранилось единственное казачье войско и по сей день живущее по тем самым правилам, потерянным всеми. Это казаки, черкесы, ушедшие в Иорданию и принятые Иорданской королевской семьей на службу, которые они несут по сей день, получая те самые выплаты и сохраняя в свете традиции, обычаи, заветы, предков своих. Подчеркиваю, они живут в свете. Таким образом, первый реально Романовых на троне в Питере, я повторяю, не надо читать глупую историю, первый Романовых на троне от Александра II, получил возможность спокойно контролировать всю Азию и Европу, то есть огромные территории, всю доставшуюся им в качестве трофеев промышленности и научной разработки, которые они пользуются по сей день, потому что они захватили города русских и начали их использовать. Ну, они не все захватили, очень много было полностью уничтожено, снесено ядерными ударами, ядерными ударами, я вам говорил, снесли Париж, снесли Чикаго, снесли Москву в свое время, но многое сохранилось и они получили над этим контроль. Этот контроль они частично что-то передают своим сатрамам, своим рабам, своим слугам в пользование, а те это внедряют в нашу жизнь, как, например, внедрили интернет, мобильную связь, а сейчас лепят повсюду те же самые вышки 5G, они сами не понимают и не знают, что они лепят. Теперь о самоуправлении в США, где выжили свободные жители сельской местности, там возникла система самоуправления следующего типа. Город был юридической корпорацией, политической единицей и был представлен в генеральном суде. Несколько раз в год взрослые мужчины собирались на городские собрания, чтобы обсудить общественные вопросы, уложить на налоги, принять местные законы, я подчеркнула, но там налоги были только в свою собственную, так сказать, казну города для решения городских задач. И избрать своих офицеров. Старшие должностные лица были избранниками, а от трех до девяти, которые должны были обсуждать общее руководство общественным делом, городской клерк, казначей, констебли, асессоры и надзиратели за бедными. Была и такая выборная должность. Но я подчеркнула, никто из них не получал за свой труд ни копейки, то есть ни одного цента. Они все трудились, занимались своим делом и в свободное время посвящали, если в этом возникала необходимость, общественным делам. То есть была эта почетная обязанность. В городе был городской глава, мэр, как хотите его называть, и был шериф, и был судья. Единственный человек, получав плату за свою работу, был шериф, если в этом регионе в этом была необходимость. То есть если появлялись, например, конокрады, или рядом были немирные индейцы, то был шериф, который служил законы и правопорядку, нося свою шерифскую, так сказать, звезду. И он выполнял, так сказать, функции, скажем так, исполнительной власти. И он, если ему надо, привлекал, мог привлечь любого, любое количество граждан, свободных, мужчин, здоровых, с оружием в руках для решения вопросов защиты и обеспечения правопорядка в своем городе. Был судья, который работал на своем ранчо, например, или в своей лавке, и только в случае реальной необходимости вел судебное слушание, причем судебное слушание всегда было открытое, и тут же выносил приговор. Друзья, на этом я пока остановлюсь, и в следующем воскресном ролике мы с вами рассмотрим подробно копное право, и поймем, почему наш мир искаженный и стержный кусочек нормального мира, и почему в нем истина всегда под категорическим запретом, а плавающие в вонючем болоте скользкие черви изображают из себя власть и элиту. Замечу, что только от нас зависит их судьба, это наш выбор жить вечно в лжи, или наконец перестать растить детей наших для корма лживым паразитам. Сейчас я вам прочту свое произведение, написанное в 2000 году, и опубликованное в сетях еще в 2003. Теперь по вашим просьбам я буду вам каждое воскресенье читать какое-нибудь небольшое стихотворение. Со временем доберусь и до основополагающего произведения своей поэмы. Но все по порядку. Друзья, стихотворение, которое я прочту, носит такое название Королевство сирот. Еще я напоминаю всем тем, кто хочет продолжить работу над интересными очень книгами, что я жду вашей помощи за энциклопедию за толковый словарь медицинский, который я надеюсь, очень надеюсь купить с вашей помощью. А также, как всегда, внизу, в описании под видео, именно тех, кто оказал помощь после последнего ролика, и ссылки для тех, кто может и хочет оказать помощь каналу. А сейчас слушайте внимательно. Супер-эго по Фрейду убивает романтики привкус. Чёрстый хлеб повседнённость на подносе своём подаёт. По талонам судьба нам так редко друзей выдаёт только стадо мораль, словно бабушки старенький фикус в задней комнате памяти нашей, как прежде, жируя, живёт. Из кремлёвских палат уезжают шуршащие крыши, крысолов позабыл про своё от небес мастерство. Папа Карла пропил от греха с очагом полотно Орликин грим стирая во звание глупые пишет, а Мальвина с Пьеро Карабаса целует в гузно. Глупый маленький шур буратино скрипит деревянный, снится жучке барбос, на котором медали как блох, и на поле чудес с бедной Лизой фонарщик издох, когда яму копал, чтобы грош посадить оловянный, да воздур нашел пять целковых и медный совок. Злой Мамай не идет, он с ордою все строит палаты, гастробайтера жизнь все же лучше, чем смерть от стрелы, первой свежести все, что ж воняют помойкой столы, где гамбомонт очумел веселиться хмельной и проклятой на кокос обменяв пограничные наши столбы. Как каштанки глаза, нерожденные души детишек, после чисток висят над больницами бедной страны, может быть, им приснится другие нездешние сны, где ни мата, ни вопли, похабных не слышно, и где нет мавзолея, гробницы, слуги, сатаны. А художник рисует нам наши удачные судьбы, вниз роняет ных, кто поймает, тому повезло, не соскоменные зубы, от терпкости ночи свело, королева снегов посылает подарочки людям, льда кристальную суть, чтоб исчезла навеки тепло. Полицмейстер сидит, подставляя башмак для бакшиша, вам с доимств достигнув блестящих и прочных высот. Генерал, как шакал, его трон от сирот бережет, правда, топот врага под дверями своими не слышит, так как враг лучше всех ему взятки большие дает. Суперэго по Фрейду убивает романтики привкус. В королевствах сирот каждый цирк лишь пустой балаган. Вон Мальвина опять буратино закрыла в чулан. У Мальвина это так постоянно и нудно, как вирус. Заражение души и от правды защитный экран. буратино вас, друзья, за внимание. Надеюсь, что вам эта стихотворь не понравилась. Я еще раз напоминаю вам о том, что теперь каждое воскресенье, если вы с этим согласны, если большинство зрителей поддержит это, я буду читать вам свои небольшие произведения. это дарует вам возможность услышать то, что никто, наверное, сегодня нигде не скажет. Потому что страх стал основой бытия людей, которые могли бы и хотели бы сказать правду, но забыли, наверное, как это делается или просто боятся. Я вам всем напоминаю о том, что следующий ролик у нас, как обычно, запланирован по учебнику 1920-1924 года, там два учебника, и там мы с вами рассмотрим снашебательную совершенно невероятную информацию о России и о ее судьбе. Как вы понимаете, в 1920-м году уже революция давно свершилась, и там а в 1924-м году уже должен существовать и процветать СССР, СССР, социалистических республик. Так что же учили французские школьники в двух разных отражениях о нашей стране? Послушайте внимательно, подумайте. Следующий ролик, как всегда, по плану. А в воскресенье, как я сказал, опять будет ролик в таком шкульче, как сегодня. Я желаю всем вам приятного времени суток, надависов внимание, был рад очередной встрече с вами, до новой встречи. субтитры подогнал «Симон»!